и вот такая вот нереальная красота друзья это остановка сэнджел гонконг вот то что мы видели когда-то на картинках сейчас реальность на самом деле это прям очень поражает посмотрите вот такие огромные небоскребы здесь везде башни деловые центры и вот даже если посмотреть и видите ухоженные газончики очень плитка крутая интересная атмосфера вообще невероятная пальмы конечно очень жарко климат влажный вот но но это очень круто вот там если немножечко видно было там поехал двухэтажный автобусы кстати здесь очень много атмосфера крутая люди очень доброжелательные вежливые вот такое ощущение что у всех сегодня день рождения наверное можно так сказать здесь какая-то красота так что гуляем смотрим на гонконг изучаем красоту достопримечательности вот и еще всякие интересные штучки поснимаем вот мы шли на автобусную остановку прям падаем посмотреть какая красота друзья это же вообще просто загляденье центре города просто вау написано что из фонтанов воду пить нельзя честно говоря она здесь такая чистая что наверно все таки можно и ни одной собаки представьте себе фонтаны чистые и всегда есть шашлычных мяса я думаю это здорово правда друзья вот мы поднялись на место крамвая вот здесь вот сейчас подъедет крамвай отвезет нас на пик Виктория видите все эти люди пришли вот оттуда и мы сейчас с вами будем садиться в трамвайчик поедем на обзорную площадку на пик Виктория наобзорную площадке. Сейчас и на саду. Отстойте на рамки И вот здесь вот сейчас через неделю да Должен нас сейчас поставить на михи. В самом деле, какой-то не очень большой. Посмотрим, поместимся на михи или нет. Вот как-то так, друзья. Проходим садиться сюда. И начинается вот такая интересная у нас дорога. Выглядит все, конечно, очень круто. Ну и ощущения, когда ты в такую гору едешь, тоже очень интересные. Сама дорога очень редкая. Смотрите, еще один трамвайчик стоит. Это прям, наверное, совсем-совсем старый. Да, это музейный уже какой-то экспонат. А мы едем вот туда наверх. Покажу потом. В общем, смотрите, едем мы наверх. Вот такая вот дорога. Все снимают люди. Думаю, сейчас будет вид от Келарска интересней. Дорога-дорога. И вот сейчас, наверное, будет самая сложная часть подъема. Самую верхнюю точку. И, друзья, у нас начинается подъемчик. Присмотрите внимательно вот сюда. Это же просто вау. Это просто вау. Простите, пожалуйста. Зацепил человека. Вау. Вау. Это круто. Ребятки, это не голливудский фильм. Это я снимаю. Это я сейчас снимаю. Я это вижу своими глазами. И я не знаю, что вам сказать, кроме какого-то восторга. Это просто нереально круто. Вот такая вот нереальная красота. Мы еще не на самой смотровой площадке. Сейчас пойдем туда. Но, друзья, это просто нереально красиво. Ну, вот он пик Викторио, друзья. Скажу честно, что, ну, короче, это сложно словами передать. Но вот когда ты здесь стоишь, ну, это вау. Это здорово. Огромный город. Огромные многоэтажки, высотки, небоскребы. Город с особенной вообще атмосферой, людьми. Короче, круто. Это очень круто. Просто хочется стоять и залипать. Такая вот интересная зона. Вот трамвайчик у нас тут стоит. И вот здесь территория Виктория Пик. Туристическая зона, где люди кушают, отдыхают. Такой торговый центр. Вот, смотровая площадка. И мы сейчас еще на одну смотровую площадочку пойдем. Виктория Пик. Если отойти от пика буквально 100-200 метров, то попадаешь в настоящий лес. Нереально вкусный воздух. Вы себе даже не представляете. Пальмы. Всякая растительность тропическая. И вот, вот такая вот красота из леса видна. Это просто вау, друзья. Я, наверное, слишком много говорю слово вау. Но по-другому не получается, простите. Пока бродили по лесу, нашли еще одну вот такую локацию. Посмотрите. Таким просто можно бесконечное количество времени наслаждаться. Лес, прекрасный воздух, природа. И вот такой вид. Если пойти немного налево, то мы подходим вот к такой, можно сказать, площадочке или месту, где классный вид на море. Добро пожаловать. Вот, пожалуйста. Такая вот красота невероятная. Южно-Китайское море. Из травов очень много. И прям, знаете, такой свежий-свежий бриз веет. Короче, очень приятно здесь находиться. Вот это, ты F killed. Ммм. Друзья, если говорить коротко о транспорте Гонконга, то бесконечное количество вот таких альфардов или вэлфайеров семиместных. Я уж не знаю, что вообще случилось с Гонконгом, но здесь просто повалено на них катаются. Естественно, это Бэхи. И мы уже, наверное, третью, просто вот так не особо обращая внимание на машины, встречаем Теслу. Ну и, конечно, вот эта вот невероятная машина, которой здесь очень много, в такси все машинки вот такие. Это прям топчик. Друзья, шли по Гонконгу и увидели вот такую церковь. Здесь вот два уровня. Уходит такое большое здание. Что-то очень современное. Вот здесь прям видно такие яркие плакаты. И, скорее всего, это Пятидесятническая церковь. Круто, интересно. Жаль, что не смогли попасть. Но в Гонконге, кстати, очень много церквей, очень много больших зданий, огромных зданий современных с христианскими крестами. Здесь много христиан. Такая вот интересная история. А еще встретили случайно ребят русская речь. Вот, и познакомились. Сейчас идем, болтаем, разговариваем. Так что здорово. Хоть ты и далеко от дома, но всегда встречаешь где-то наших. Ну и, друзья, еще один вот такой замечательный вид Гонконга. Огромные дома и очень красивые улицы. Очень колоритно, очень интересно. Очень-очень-очень классно. И Гонконг это не только многоэтажки. Смотрите, что мы нашли. Это шмотки в Гонконге. Такой вот рынок. Здесь, правда, все очень сильно навалено. Но ценники, ребята, это вообще не гонконгский ценник. Это нереально дешево для этих мест. Понимаете, здесь столько шмоток. Это говорит о том, что в Гонконге существуют дешевые цены. Сейчас мы будем смотреть, что здесь есть. Здесь прям даже прохладно. Даже кондиционер есть. Здесь очень много всего. Прям нереально много всего. Что-то найти нереально. Да, найти тоже нереально. Ну, всякие значки тут продают, весюльки. Что-то непонятное. Я уж не знаю. Может, мы на свалку пришли, но здесь есть ценники. Значит, здесь можно что-то купить. Вот, будем изучать. Здесь такие классные парики и шляпки. Вот, думаю, может, прикупить, мне бы пошел цвет. Ты же хотел покрасить. Не надо краситься. Да? Можно не краситься. Сразу покупаешь такой паричок, и ты модный. Почем, почем. Парк Гонконга. Добро пожаловать. Сейчас будем смотреть, что здесь интересного. Вот. Пока слышно какие-то экзотические птички поют. Ну и природа, конечно, тропик. Это вау. Очень влажно, жарко, но дышится легко. Настолько легко, что у меня вообще пропали сопли. Я прям очень хорошо себя чувствую. Несмотря на то, что у нас после перелета джетлаг, и мы очень мало спали. Но, честно сказать, состояние прям бодрое, как будто тебя всю ночь заряжали. Вот такая вот интересная здесь атмосферка. Сейчас будем смотреть, что здесь есть. Друзья, хорошо, что мы сюда зашли. Потому что здесь прям очень интересно. Вообще, тропическая природа, это, конечно, класс. Это даже не субтропик, это настоящий тропик. Здесь прям необычно. Такая очень яркая растительность. Очень много пальм, всяких папоротников. Классно. Такой прудик какой-то. Или речка, не знаю, что это. Такой прудик. Такой прудик. Ребят, ну вы только посмотрите на это. Это же просто вау. Куча рыбы абсолютно разной и вот такая вот красота. Друзья, ну просто посмотрите какая красота в Гонконгском парке. Друзья, мы тут просто вот переходили над дорогой в переходе оказались. Посмотрите, что мы видим здесь. Сейчас плюем поближе. Мне кажется, это вообще не нуждается в каких-то комментариях. Ну по крайней мере у меня за последний день, за этот день пребывания явно лексический запас мой закончился. Просто на словах лау. Круто. И я даже не знаю, что еще сказать. Ну это, ребята, реально круто. Ну и напоследок, конечно, в Гонконге стоит посетить авеню звезд. Это набережная, откуда, собственно говоря, открывается вот такой вот потрясающий вид. Набережная тянется достаточно далеко. в Гонконге. Видите, одна из таких высоток. Очень больших здесь находится. И вот вдоль берега, наверное, несколько километров идет такая набережная. Там есть памятные знаки гонконгских актеров. Вот. Вот достаточно красиво. Вечером здесь прям вообще очень хорошо. Ну и, конечно, такой вот соленый морской воздух тоже очень приятно находиться. В общем, друзья, мы успели на набережную, авеню звезд. И вот такой невероятнейший просто вид открывается с набережной. Это лучшее место для просмотра лазерного шоу. И через 20 минут начнется кульминация всего этого дела. Это непосредственно само лазерное шоу в Гонконге. Так что дальше будет что-то очень интересное. Баг товар с такси угличанimo и письмоет, И мы cùng его попросим увеличим. Lamemberта лазерного шоу в нашем канале. Имницей Агбон. Их мне может быть перед нами, и вам зная. Ольга Кулиган fiance Guardи. В общем, друзья, вот такое количество людей сейчас на набережной Генгонга смотрят на небольшое слайдерное шоу, аферверков немножко было. Ну, я бы не сказал, что прям что-то супер-супер. Вот как-то так это все выглядит. Не знаю, почему называется лазерная шоу, но второй день уже здесь. Несколько лазеров, несколько многоэтажек. Дают какие-то лучи. Так все очень красиво, очень подсвечено. На самом деле очень-очень удобно. Такая красота. И, друзья, кусочек вечернего Генгонга. Такие вот шумные-шумные улочки. Транспорт. Своя атмосфера. Людей много. Возвращаются с набережной. Мы тоже очень устали и идем отдыхать. Такие вот автобусы двухэтажные. Они прям... Весь Гонконг это двухэтажные автобусы. Только такие мы видели. И такси. Вот они. Вот Гонконгское такси. Друзья, мы вышли из поезда. Поезд заходит прям в здание аэропорта. И вот такой вот аэропорт. Все очень-очень современно, чисто. Сейчас мы пойдем в сторону терминала 1. Пройдем через контроль. И далее таможня. Дальше поснимаем. Вот такой аэропорт Гонконга. Заходим сейчас. Смотрите, сколько людей. Такое вот очень интересное здание аэровокзала. Сейчас пойдем дальше. Смотреть, что здесь есть. А вот смотрите. Девушка Человека-паука. Рекламирует всякие украшения. Вот не знаю уж, как она связана с Гонконгом. Но, видимо, как и связана. А может, вообще не связана. Но просто прикольно. Смотрим, актеры знакомые. В общем, друзья, мы прошли все контроли. Слава богу. И вот теперь мы внутри зала вылета. Гонконгский аэропорт. Вот смотрите, какая тут красота. Все нереально. Круто. Всякие аппараты. Я даже не знаю, что это такое. Аэропорт, что это такое? Непонятно. Какой-то доставщик. А, это робот-доставщик. Ого. Смотрите, он тут стоит, что-то думает. Это робот-доставщик. Вот. Здесь есть детская площадка. Глядите-ка. Если вы с детьми, то дети здесь будут классно проводить время. А еще смотрим, если ты прилетел, у тебя много времени, то здесь ковролин и просто можно валяться на ковролине. Видели людей, которые здесь вообще спят. И таких зон ковролиновых достаточно много. Это прям круто. Здесь очень приятный запах, прям аромат. Да, можно по беговой дорожке проехать. Сейчас мы по ускоримся. Видите, классно. Мусорочки везде раздельные, естественно, раздельные. И вот такая вот беговая дорожка. Оп. И ты едешь. Можно не напрягаться, можно идти, ускоряться. И вот он идет куда-то туда, туда-туда. Очень большой. Короче, здесь прям круто. Вот видите, ты сидишь с комфортом возле своего выхода на ковролине. Можно сидеть, лежать. Есть много розеток, можно зарядить телефоны. И здесь прям здорово. Лифты ходят, везде экраны, все очень понятно. Кстати, отношения шикарные. Вероники не проходил паспорт через электронную стойку. И мы подошли вообще на стойку бизнеса. И нас вообще без проблем оформили. Девочка все посмотрела, подключила еще одного человека. Нам все, что необходимо было, сделали. И вуаля, мы без проблем. Вот там, смотрите, какая красота. Вот так вот. Вот там вот самолетики уже. Там самолетики, смотрим на самолетики. Вот, и нам без проблем все сделали, оформили. Короче, прям круто. Вот, так что идем, ищем наш гейтс. Ребят, смотрите, вот здесь есть такая штучка 24 часа. Можно подойти, подогреть себе все, что необходимо из еды. И салфеточки, вилочки, ложечки. И все это оплатить можно картой. Даже с картой можно оплатить. Короче, круто. А вот еще что-то можно распечатать. В общем, короче, называется эта штука селф-селф-эйре. Крутяк. А вот мы из окошка тут наблюдаем самолеты всякие. Вот не знаю, будет видно или нет, тут прям вообще гигантские стоят большие самолеты. Вот такой вот гонконгский аэропорт. Точнее, это только его кусочек. Потому что с другой стороны там все еще. Наверное, столько же, может и больше, не знаю. Ну вот мы смотрим сейчас. Вот они всякие самолеты стоят. Вот, смотрите. И вот так вот все это дело идет. Вот с той стороны идет. Ну да, получается, с двух сторон еще в разные стороны. Короче, он прям большой. А вот там глобальная какая-то стройка ведется. И там, видимо, что-то будет. Либо еще один будет такой же объем. В общем, там что-то очень большое строят. Возможно, вот прям еще столько же аэропорта, сколько есть сейчас. В общем, какие-то нереальные масштабы. Друзья, мы нашли крутое место. Откуда видно хорошо аэропорт Гонконга. Вот здесь идет, видите, целая полоса терминалов. Потом идет вот такая еще полоска, соединяющая терминалы. Вот сюда, ой, вот сюда выходит еще полоса. И вот там, видите, какая-то глобальная стройка огромная идет. Скорее всего, это тоже будет еще аэропорт. Но мы переходим сейчас вот сюда, на другую сторону. Вот посмотрите, какая красота. Это просто вау. И там, что мы видим? Там мы видим море, залив. Мы видим залив. Мы видим еще вот такую полосу терминалов. И там тоже самолеты. Кстати, садились мы. Полоса начинается прямо с воды. То есть ты садишься, ты прям низко-низко летишь над водой, и потом начинается полоса. Вот так. Все нереально. Чисто, красиво, ухожено. В общем, гонконгский аэропорт, это прям, это прям вау. Крутяк. Просто крутяк. Такая вот кофейнка классная. Естественно, здесь везде интернет. Кстати, интернет здесь просто летает. В Гонконге, в отличие от Китая, ничего не заблокировано. Здесь социальные сети работают. Идеальный интернет быстрый. Короче, это круто. И вот мы нашли наш гейт. Сейчас сядем на то место, где есть розетка. Подзарядимся. И будем ждать наш вылет. Я уже нашел место. Отлично, друзья. Пойдем наслаждаться временем. А сидения вы посмотрите какие. Это же просто крутяк. Вот он, наш 16-й гейт. Вот отсюда мы будем вылетать. А вот, посмотрите, я сейчас вам покажу. Вот такие вот штучки. Вот розеточки, видите? Здесь есть все, что вам нужно. Короче, это круто. Вот так. Вот так. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok